С нами на связи Владимир Фисенко, политолог. Владимир Вячеславович, рад видеть. Добрый вечер. Владимир Вячеславович, ну а как вы думаете, вот Китай, да, какой будет его позиция с учетами тех заявлений, того коммуника, которые мы получили по итогам глобального саммита мира? Я думаю, что Китай будет сейчас корректировать свою позицию. Насколько мне известно, Китай очень внимательно следил и следил за работой саммита. Китай теперь оценивает его результаты. Были на саммите страны, которые близки Китаю и, по сути, представляли на саммите его интересы, в частности, Бразилия. Потому что именно Бразилия вместе с Китаем стала автором такого специфического мирного плана. И они претендуют на роль неких посредников, в том числе и на роль организаторов некой будущей мирной конференции с участием и России, и Китая. Я думаю, что Китай, который действительно, вот Салливан, наверное, прав. Вполне возможно, что Си Цзиньпин пошел, ну скажем так, сделал такой жест, жест в адрес Путина и как бы решил проигнорировать саммит мира. Хотя и в подготовительных встречах Китай только один раз участвовал в Саудовской Аравии, кстати, в Джигде. Поэтому Китай больше продвигает свою идею, свою идею мирной конференции. Но, на мой взгляд, Китай допустил серьезную ошибку. Не участвуя в нынешнем саммите в Швейцарии даже в качестве наблюдателя, Китай серьезно подорвал свои позиции как потенциальный претендент на роль мирного посредника, посредника будущих мирных переговоров. И, соответственно, выросли шансы на такую же роль у Саудовской Аравии, которая участвовала в саммите, у Турции. Турция имеет опыт проведения переговоров между Россией и Украиной. Поэтому Китай, я думаю, сейчас попытается каким-то образом компенсировать эту ситуацию. Очень важно, что Украина занимает и конструктивную, и гибкую позицию. Вот президент Зеленский нашел очень точную формулу нашего отношения к Китаю. Китай не враг, но и не друг. Китай может быть партнером в мирном процессе, но для этого он должен изменить свою позицию и по отношению к глобальным саммитам мира, и принять во внимание интересы Украины. Потому что вот эта отстраненность Китая, которая была продемонстрирована в том числе в его последнем мирном плане, где, скажем так, на один уровень ставится и страна-агрессор, и страна, пострадавшая от российской агрессии. Но это неконструктивный подход. Понятно, что у Китая особое отношение с Россией и против России Китай играть не будет, но если уж нейтралитет, то он должен быть последовательным. И нужна большая гибкость. То есть, как минимум, вот участие в тех мирных инициативах, которые продвигает Украина. Китай их может не принимать, но он должен взаимодействовать, должен активно работать с Украиной. А этого, к сожалению, сейчас не произошло. Поэтому, как иногда говорят, вот особенно любят такие налоги в Америке, мяч на поле Китая. Китай должен сейчас определиться. Если он хочет играть активную и конструктивную роль в переговорном процессе, я думаю, что сейчас Китай должен более активно взаимодействовать с Украиной, принять участие в следующем саммите мира, а, возможно, в тех встречах, которые будут инициированы по итогам нынешнего саммита мира. Владимир Чуслович, а давайте вот как раз по поводу позиции Китая, каким образом он может в дальнейшем действовать. КНР может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине. Так считает президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, также немаловажная роль в достижении мира может сыграть целыми глобальный юг. Он отметил участие в саммите многих представителей стран Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Дает надежду, вот эта вся история, на то, что путь к миру будет происходить на условиях Украины. Финский лидер также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить войну. И, Владимир Чуслович, вот тут многие завязывают, понятное дело, эту историю на Китай, И мы понимаем, что на самом деле так оно и есть, поскольку Китай, предлагая России свои услуги по обходу, скажем так, не по обходу санкций, но в целом помогая ему совладать с теми санкционными издержками, которые сейчас испытывает на себе российская экономика. И речь идет не только о каких-то финансах или же экономике, но и в целом, по сути, китайская сейчас позиция помогает на плаву держать российский военно-промышленный комплекс. Да, по вашему мнению, а что способно как-то Китай подтолкнуть к тому, чтобы он эту историю сотрудничества с Россией сворачивал? Я не думаю, что Китай будет сворачивать сотрудничество с Россией по одной простой причине. Китаю это выгодно. Китай на этом зарабатывает. В частности, получая дешевые российские энергоносители. И он еще и требует от России продавать, например, российский газ по ценам российским фактически. Ну, чтобы, по сути, Россия сама субсидировала свой же газ для Китая. Но отмечу справедливости ради одну очень важную деталь. На самом деле, санкционный режим России помогает обходить не только Китай. В том числе, некоторые страны, принявшие участие в саммите мира и не подписавшие итоговый документ. Это страны, которые активно взаимодействуют с Россией. Экономически. Индия. Крупнейший покупатель российской нефти. Индия. Даже не Китай, а Индия. Потому что, опять-таки, выгодно. Россия продает со скидкой эту нефть. Политически, да. Индия дистанцируется от России. Она не оправдывает, не поддерживает войну России против Украины. Хотя, прямо и не осуждает. Вернее, осуждение было, но такое, скажем так, очень умеренное. Но, тем не менее, как мы видим, все-таки Индия хотя бы участвует в глобальном саммите мира. И, в принципе, работа с Индией ведется в этом плане. Турция. Похожая история. Турция активно экономически сотрудничает с Россией. И так далее. Целый ряд других стран. Там, та же Бразилия. Да. Арабские страны, в том числе Арабские Эмираты. Один из главных хабов по обходу российских санкций – это Объединенные Арабские Эмираты. Но даже Китай вынужден делать поправки на торговлю с Россией именно вследствие западных санкций. И, например, крупные китайские банки и ряд крупных китайских компаний отказались от работы в России, потому что тогда они бы нарвались на вторичные санкции со стороны США и Евросоюза. И по этой причине экспорт Китая, подчеркиваю, экспорт Китая в Россию весной этого года снизился. Тем не менее, да, сотрудничество есть у Китая с Россией, даже, кстати, в военно-технической сфере. Да. Но, как минимум, для нас важно, чтобы Китай напрямую не поддерживал Россию, не поставлял России оружие. Это задача минимума. Хотелось бы большего, конечно, чтобы Китай, в том числе, не поставлял и товары двойного назначения, которые помогают российской военной экономике. Но над этим работа идет, в том числе и со стороны наших западных партнеров. Но все-таки, думаю, пока это маловероятно. Тем не менее, надо дипломатическим путем удерживать Китай от сближения с Россией, от того, чтобы Китай напрямую помогал России. Пусть формальный нейтралитет. Это, ну, скажем так, более-менее приемлемая будет ситуация на нынешний момент. Но и вот надо Китай вернуть в реальный мирный процесс. Китай проявлял активность, в том числе была работа его спецпредставителя. Но теперь, я думаю, что Китай должен принимать в его внимание успех саммита мира в Швейцарии. С этим надо считаться. Поэтому Китай должен найти формат взаимодействия. Пусть он не будет поддерживать принятый итоговый документ, будет избегать критики в адрес России. Но он должен участвовать в этом мирном процессе, в том числе и поддерживая ключевой тезис итогового документа. Что мирное урегулирование должно состояться на основе устава ООН и уважения к международному праву. Это базовый принцип. Об этом говорил в Швейцарии президент Зеленский. Это зафиксировано в итоговом документе. И вот если Китай это признает, если это будет в китайских мирных инициативах, это уже будет точкой соприкосновения для возвращения Китая в реальный мирный процесс. Ну, смотрите, по поводу позиции Украины, да, давайте поговорим. Официальный Киев уважает Пекин и всегда уважал территориальную целостность КНР. Его народ, ценности, жизнь и выбор. Заявил об этом президент Украины Владимир Зеленский. И поэтому Украина, по его словам, хочет, чтобы Китай делал то же самое. Давайте услышим эту позицию и продолжим беседу. Путин сделал все, чтобы представители Китая работали с другими дипломатическими учреждениями других стран для того, чтобы те отменили свое присутствие и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям. И мне кажется, это неправильно. Поэтому я еще раз подчеркиваю, каждое государство и каждый лидер имеют право на свою позицию, не ломая при этом других. Надо уважать друг друга. Все, что я хочу, мира своей стране. — Владимир Вячеславович, а мы как-то можем там свою позицию в отношении Китая адаптировать к реалиям? Потому что получается, что с нашей стороны это как игра, определенная в одни ворота. Да, может нам как-то, но если не жестче, то как-то более, ну скажем так, в фарватере двигаться, возможно, там и других государств. Как-то так. — А каких государств? Я обращу внимание, что Соединенные Штаты, используя жесткую риторику с Китаем и периодически критикуют Китай, вот как они говорят, за помощь России. При этом оговариваются фактов прямой военной помощи России нет. Это скорее экономическое сотрудничество. Да, оно выгодно России, и оно помогает российскому военно-промышленному комплексу, но нет прямой военной помощи. И Соединенные Штаты соперничают с Китаем, но при этом находятся в активном и экономическом сотрудничестве, и политическом диалоге. Если посмотреть, сколько американских воспоставленных представителей, членов правительства побывали за последний год в Китае, я вам скажу, китайцы здесь опережают многие европейские страны. Вот, кстати, наш замминистра иностранных дел, вот господин Сибига, который недавно назначили заместителем иностранных дел, он побывал в Китае. Это, кстати, на таком уровне визит, которого давно не было. Китай, кстати, согласился, потому что требовалось подтверждение для этого визита. Но я противник, знаете, какого-то ужесточения политики в отношении Китая. Никакой пользы это нам не принесет, а вреда будет много. Обращу внимание я вот на один важный момент, вот то, о чем сказал наш президент по поводу уважения территориальной целостности. Дело в том, что Китай при всем своем тесном сотрудничестве с Россией не признал юридически, официально, в какой-либо форме или на каком-либо уровне аннексии Крыма в 2014 году и не признает аннексии оккупированных территорий, которая произошла уже в ходе нынешнего полномасштабного вторжения осенью 22-го года. Вот это очень важный момент. Китай, это вроде бы формальность, но для международного права вот это очень важно. Вот здесь как раз Китай остается на позиции международного права, потому что Китай прекрасно понимает. Для него важен принцип территориальной целостности, и он уважает здесь принцип территориальной целостности Украины. Поэтому вот это точка соприкосновения. От этого можно отталкиваться в диалоге с Китаем. Китай не будет играть против России. Вот это моя субъективная точка зрения. Я убежден, что Китай не пойдет на это хотя бы потому, что у Китая свое геополитическое соперничество с США. И Китай смотрит на войну между Россией и Украиной именно через призму своего соперничества с США. И Россия для Китая это ресурс. Ресурс в этом соперничестве. Ресурс не только на сегодняшний день, но и на перспективу. Поэтому Китай не откажется от сотрудничества с Россией, не поменяет свою позицию. Но нам важно удержать, чтобы Китай не встал на сторону России в полной мере. Чтобы сохранил хотя бы нынешнюю позицию. И вот вовлечение в мирный процесс. Этого будет достаточно. А если мы начнем проявлять враждебность в отношении Китая, это принесет много негативных последствий. Поэтому вот та формула, которую сформулировал президент Зеленский в Швейцарии. Китай не враг. Он не друг, да. Но он и не враг. Поэтому вот с Китаем надо выстраивать тоже достаточно гибкие, но и конструктивные отношения. Однако на базе наших позиций и интересов. Не отступая от наших принципов. В том числе те, которые сформулированы в формуле мира президента Зеленского. Владимир Вячеславович, дали, знаете, не так много времени, но вот я себе позволю, да, в такой прекрасный день у вас спросить. Смотрите, ваше мнение, ваш комментарий по поводу заявления одного из которых делал по итогам этого саммита. Президент Швейцарии Виола Амкер, да, которая сказала о том, что, в принципе, если допускать проведение второго мирного саммита уже до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, и если говорить о потенциальном присутствии Владимира Путина на форумах, организованных в Швейцарии, то для него могут сделать исключение, чтобы его увидеть на этих полях этого форума, несмотря даже на ордер от Международного уголовного суда. Как вам, а? Ну, на самом деле, да, здесь с одной стороны противоречие с решениями Международного криминального суда. Я, кстати, сильно сомневаюсь, что Путин приедет, даже если пригласят. Но если бы он приехал, вот тогда бы он сам опроверг свою позицию. Он же говорит, он не признает президента Зеленского. Да, но вот для него вызов. Ты хочешь участвовать в мирном процессе, если ты искренен и говоришь правду о желании мира, хотя в этом есть очень большие сомнения, и наш президент об этом честно и прямо сказал. Но хочешь участвовать, участвуй, да, но ты должен признать реалии. Путин любит говорить о признании реалии. Вот признай реалии. Президентом Украины является Владимир Зеленский, а не то, что ты думаешь для себя. Да, поэтому я сомневаюсь, что Путин примет это приглашение по банальной причине на самом деле. Потому что он боится. Он трус. Он любит показывать ядерную мощь России, играть мускулами. Да, но когда речь идет о его личной безопасности, в нем просыпается вот тот трусливый ленинградский хулиган. Да, он готов использовать силу против тех, кого он считает слабее себя. А когда он видит, что сила может быть использована против него, в том числе международное право, он сразу же тушуется. Так что я сомневаюсь, что даже если будет приглашение ему приехать в Швейцарию, вряд ли он туда приедет. Владимир Вячеславович, ну еще, да, еще говорят мне, что можно, можно с Владимиром Вячеславовичем еще добавить пара историй. Хотя, как всегда говорю, у меня еще есть где-то вопросиков 20-30. Да, но я думаю, что вот на одном мы сконцентрировали внимание. Владимир Вячеславович, вот я смотрю на то, что происходит сейчас. И тут мы не занимаемся, знаете, не живем в мире розовых пони, где-то так, где-то на радугах разных. Да, то все равно как бы видится, ну, по крайней мере, вот так я вижу и смотрю за разными комментариями, экспертами, да, что они говорят, что они пишут, как они оценивают ситуацию, да. Рамштайн, семерка, да, большая семерка плюс один. И это не Россия, это Украина. Это глобальный саммит мира. И вот как это подталкивает к мысли, что вот тот перелом, который должен был бы произойти в позициях стран, ну, не глобального юга, не коллективного запада, но в целом цивилизованного мира, вот как-то мы эту историю наблюдаем. И все больше стран вписывается в позицию, при которой, знаете, не то, чтобы там Украина должна выиграть, но и Россия не проиграть. А тут мы говорим об однозначной позиции. Кто должен выиграть в этой войне, да, и как должно восторжествовать это международное право. Есть ли оно еще намеренно сохранить шансы на то, чтобы быть в дальнейшем? Абсолютно согласен с вами. Кстати, на саммите мира целый ряд участников об этом говорили. Вот премьер-министр Италии, который принимала саммит большой семерки, она однозначно сказала, да, либо Путин принимает предлагаемые условия игры, либо на него надо усиливать давление, он должен проиграть. И о том, что вот эти ультиматумы Путина неприемлемы, об этом четко заявили очень многие участники саммита в Швейцарии. И вот действительно, если в комплексе оценивать вот эти события, в неделе, которая заканчивается, два вот этих больших саммита, и саммит на большой семерке, и саммит мира в Швейцарии, а кроме того и Рамштайн, конференция НАТО, где тоже были приняты очень важные решения в пользу Украины. Я думаю, что в целом, действительно, это неделя, я бы сказал, такого большого дипломатического прорыва для Украины, прорыва, который принес для нас целый ряд очень важных решений. Кстати, по саммиту мира отмечу очень важную деталь. Если не считать саммит большой двадцатки, который ежегодно проходит, и там встречаются лидеры крупнейших стран Запада и глобального юга, но это 20 стран. А здесь собрались больше 90 стран и западного мира, и глобального юга. И таких аналогов, таких саммитов не было. Я даже сейчас не вспомню в прошлом, что было бы подобное. Причем речь идет об очень актуальной теме обеспечения и завершения войны в Украине, международной безопасности. Поэтому вот в этом плане тоже очень серьезный прорыв, и этот саммит точно войдет в историю. Так что можно говорить действительно о том, что в дипломатическом плане вот на этой неделе был совершен очень серьезный прорыв. Это, я бы сказал, дипломатическое наступление Украины. Его надо дополнить, вот когда у нас будет достаточно военных ресурсов, надо дополнить и военным наступлением. И именно это принудит Путина к миру. Путина к миру надо принуждать. Он думает, что он будет принуждать к миру в кавычках на своих условиях. А на самом деле его надо принудить к миру, к справедливому миру. И военным путем, нанося ему военные поражения. И путем дипломатическим. Вот через активизацию дипломатической поддержки Украины, через поддержку международного сообщества, позицию Украины. Вот это в результате и принесет мир. Не сразу, конечно. Для этого еще надо много поработать. Но мы увидели вот как раз на этой неделе очень серьезное продвижение вперед вот в этом направлении. Владимир Вячеславович, спасибо вам большое за разговор. Благодарю, что присоединились к нашему эфиру. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.